В Казани мужчина угрожает взорвать себя и весь дом самодельной гранатой. Сейчас к 77-му дома по улице Рихарда Зорга съехались все экстренные службы города. Подробности происшествия мы сейчас узнаем у моего казанского коллеги Марселя Бигбаева. Марсель, здравствуйте. Слушаем от вас все подробности. Управляющая компания Приволжского района обязала мужчину, ориентировочно ему 42 года, устранить захламление в своей квартире. Потом был составлен исполнительный лист с судебными приставами, и они пришли в квартиру к этому мужчине. Мы сейчас пройдем, посмотрим подъезд, он живет на третьем этаже. И после того, как не удалось ему, сначала он не открыл дверь, естественно, потом к нему зашли, что называется, и силком принудили его исполнить все, что необходимо было в данной ситуации. Еще раз скажу, что никакого ЧП, к счастью, не произошло. Но мы видим, что около подъездов очень много людей. По имеющимся у меня данным, у них в квартирах перекрыли газ. Что было? Мы в саду были, мне дочь позвонила, сказала, что Ратабе там чего-то вычидил. Ратабе, вы его знаете? Ну, это дочка. Здесь он жил же. У него мать здесь жила. Мать очень хорошая была, она судебным представителем работала. Одна дочь нотариусы работает, одна умерла, вон племень, это внука она воспитывает. А здесь Айрат жил. А сколько ему лет? Ну, где-то за 40. 42 или 43, говорит. А вот что произошло, вы же, вот если его знаете, какой-то нервный срыв, из-за чего? Не знаю. Выпивал? Выпивал изредка, да? Ну, он так и... Друзья приходили. Да, друзьями сидели. Друзья приходили в последнее время с друзьями, он частенько выпивал. А так... Видели, как его выводили? Ну, как выводили, видели. Он заказывал сопротивление, кричал, может быть, что-то... Нет, ничего не слышно было, да. Обычно вывели, посадили в машину. Да, и все. Теперь, когда газ отключили, кажется, у вас, да? Сразу, с утра уже. Вот еще не пускают. Сказали, куда отключили. Он, сперва, говорит, сказал, раз, газ, этот, буду взрывать, что ли, что-то сказал. Потом, говорит, у меня бомба, поэтому нас всех выгнали из дома. Спасибо большое, Марсель. Я, напоминаю, это был Марсель Бегбаев с улицы Зорги, где местные жители грозил взорвать себя и дома. Итак, давайте с другой дом. Продолжение следует...